всем привет сегодня такое будет расслабленное видео кто смотрит часто мои видео тот знает о том что я как-то упомянула о письмах которые мне пишут в личку и вопросы которые мне задают часто и я хотела бы на них иногда отвечать видео некоторые хозяева своих вопросов дали добро и в принципе то те кто не давали добро я их именно называть не буду в целом обрисую просто ситуацию вопрос обстоял так есть ли будущее у отношений на расстоянии могут ли два человека существовать на расстоянии друг друга тоже время любить друг друга и все в таком духе честно я раньше когда мне было не знаю там лет 13 наверное я считала что любовь на расстоянии может быть что это что-то такое романтично это что-то какая-то преграда которую любовь должна перебороть должна победить и соответственно два любящих сердца потом соединяются но с возрастом я понимаю что это всего лишь детские мысли детский какой-то максимализм но на самом деле мы взрослые люди и мы хотим быть любимыми мы хотим любить мы хотим ласки мы хотим отношений мы хотим движения мы хотим жизни а отношения на расстоянии это уже само собой подразумевает что вы этого всего не получаете любовь у вас заведомо якобы само собой разумеется даже если вы признаетесь друг другу в любви вы говорите это вы пишете да даже если вы говорите это по скайпу это все равно не то особенно если это любовь на расстоянии именно долгий какой-то срок есть некоторые пары которые познакомились через интернет соответственно лет пять уже общаются и считают что у них любовь отношения на расстоянии я вообще для меня это смешно любовь это когда ты человека ощущаешь ты чувствуешь его запах ты видишь его улыбку ты чувствуешь его злость вы друг друга где-то бесите вы живете эмоциями вы все это ощущаете вы видите друг друга вы трогаете друг друга да вы вы разговариваете понятное дело когда на расстоянии вы можете делать в принципе практически все то же самое кроме трогать друг друга ощущать запахи все остальное вы можете ощущать потому что люди ссорятся люди видят свои эмоции сейчас в эру интернета скайпа вайбера и всех других соцсетей это все возможно но это не заменяет именно жизни я надеюсь я понятно доношу свои мысли просто то время когда вы просыпаетесь человеком вы видите его сонную моську то когда вы можете выбраться в любой момент прогуляться в парк просто не планируя балдеть дома валяться на кровати и обсуждать какие-то насущные темы вот это важно вот эта жизнь все что касаемо интернета это все можно наиграть это все можно как-то где-то приглушить как-то где-то недосказать а в жизни когда вы находитесь 24 часа в сутки вместе это невозможно скрыть так что я считаю что отношений на расстоянии не может быть еще мне задавали такой вопрос когда девушка и молодой человек общаются в соцсетях и посредством соцсетей они считают что у них есть отношения особенно часто это у девушек парень может просто считать что он общается с красивой и привлекательная и умная девушка но девушки всегда идеализируют это все через интернет можно обдурить человека ты можешь сыграть ту роль которая тебе нравится когда тебе надоедает и просто уходишь и вот девушка мне писала о том что с молодым человеком с которым они переписываются у них якобы все охладела и она видит это и с его стороны с ее стороны как бы этого нет она ему и пишет и все в таком духе ну как у девушек бывает в принципе и я считаю что в таком случае стоит перестать быть назойлива и рассмотреть свое какое-то отношение именно к данному человеку если человек никак не не трепещет за вас да и еще немаловажный факт то что она хочет встретиться все таки и как-то продолжать общение отношения а молодой человек хотел 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 якобы такой весь воодушевленный но когда она стала писать уже конкретно где когда что зачем все сводилось на нет и соответственно в эти моменты уже стоит задуматься нужен ли человек такой человек явно не хочет этого может у него появилась другая девушка именно с которым я не знаю там встречается воочию а вы якобы для души для общения может быть он с ней не может обсудить то что обсуждает с вами здесь много факторов которые могут повлиять такому отношению с его стороны и и противостоять вашей встречи все равно я считаю что вот такие отношения лучше не заводить в жизни много красивых парней красивых девушек и выходите в массы знакомьтесь я я понимаю это трудно и не говорю что это все так легко нет я сама была в таком состоянии опять же я не зарекаюсь и не говорю что все у меня жизнь сложилась и со мной никогда такого не случится у меня есть мужчина и он мой на всю жизнь нет это может случиться с каждым и все мы бывают время от времени комплексуем где-то куда-то выходить с кем-то начинать какие-то новые отношения даже просто общение не хочется иногда начинать потому что ты уже один раз обжегся и думаю что все ну дальше ничего хорошего не будет вы сами себе настраиваете так и вы не можете перешагнуть через это чувство вот в эти моменты вы просто отложите все соцсети закройте все перестаньте просто вообще общаться с кем-либо кроме родственников своих и выходите в люди сами гуляйте если есть подруги друзья опять же с ними выходите вы со временем вольетесь в то течение когда вы просто компанийский человек либо просто спокойный человек который находится в компании и рано или поздно найдется тот человек с которым вы будете общаться с которым вам будет интересно и с которым в дальнейшем можете состоять в отношениях это может быть человек из компании вашей это может быть просто новый человек с которым вы случайно где-то познакомились это может быть человек который вам просто помог где-то когда-то в чем-то либо вы ему помогли это может быть кто угодно когда угодно и И не нужно думать о том, что вот этот образ, который я нарисовала, это и есть моя судьба. Нет, такого нет. Ваша судьба это та судьба, которую вы вместе проходите, именно парно. Он на одном конце провода, вы на другом конце провода, то, соответственно, ничего у вас нет общего, вы не прошли вместе. Есть, конечно, исключения, но на то они и называются исключения. Но в таком случае, значит, должны быть какие-то позывы и порывы с вашей стороны, с его стороны. В случае, когда парень не хочет этого и явно это видно, то у вас судьбы никакой не будет. Либо наоборот, если вы этого не хотите, вы просто с ним общались, а он хочет, то ничего тоже хорошего не будет. Рано или поздно вы просто друг другу испортите настроение, друг другу отобьете охоту вообще знакомиться с кем-либо. Чтобы этого всего не было, просто найдите что-то в жизни, именно в реальности. Да, у меня было видео про знакомство в соцсетях и что этого не нужно бояться. Но грань должна быть. Знакомство в соцсетях не должно ограничиваться только знакомством в соцсетях. Вы не должны сидеть и общаться в соцсетях. Люди знакомятся и потом встречаются. Вот. Вот для чего эти знакомства в соцсетях. Чтобы найти свою какую-то, да, половинку, чтобы найти свое что-то, своего любимого. Я не знаю, там, как хотите, называйте. Но не для того, чтобы общаться всю жизнь посредством интернета. У меня отношение к общению в соцсетях и к отношениям в соцсетях очень скептическое, так же, как и отношение с женатыми людьми. Я не вижу будущего, что в одной ситуации, что в другой ситуации. И это мое мнение. У каждого, может быть, на этот счет свое мнение. Если есть желание, то пишите свое мнение в комментариях. Мне будет так же интересно почитать. Те, кто задавали мне такие вопросы в личку, найдут в этом видео ответ на них. И сделают свой выбор, правильный выбор. Опять же, делайте так, как вы чувствуете. Не нужно делать так, как говорят другие люди. Если вы чувствуете, что я ересь наговорила, то делайте по-своему. Если вы где-то в моих словах услышали что-то здравомыслящее, то можете прислушаться, можете сделать что-то по-своему. Можете конкретно задавать вопрос своему избраннику, с которым вы общаетесь посредством интернета, и спрашивать у него, когда мы увидимся, а увидимся ли мы вообще. И не бойтесь задавать такие прямые вопросы. Это решает вашу судьбу, решает вашу жизнь с этим человеком. Это даёт вам толчок к чему-то дальше. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Я также надеюсь, что есть единомышленники. Желаю вам удачи в выборе, в таком нелёгком решении. И пока-пока!